Дорогие друзья, всем добрый день! Необычный ролик получается, нестандартный ролик для моего канала. Всем привет, дорогие друзья! Это немножко нестандартный ролик для моего канала, но я хочу его записать именно вот сейчас на эту камеру. И я не знаю, будет ли этот видос опубликован или нет, но раз вы его смотрите, значит он опубликовался. Прежде чем я начну, я хочу вам подметить некоторые моменты. Во-первых, на сегодняшний день, на данный момент, на моем канале висит Страйк, на основном канале, и я не могу публиковать ролики. Не знаю, где выйдет этот видос, на основном канале или на Холдик Стриме. Если на основном канале, то подписывайтесь на Холдик Стрим, на Холдик Лайв, чтобы вы были всегда, ребята, со мной на слуху, чтобы если вдруг что случится с основным каналом, вы могли видеть меня на других каналах, да. Открыл все двери, да. Данька сегодня... Он вообще со мной привык записывать подобные ролики постоянно вместе. Как только я сажусь здесь, настраиваю себе место, Данька уже берет стулку, летит, со мной садится, не важно чем, но он всегда со мной в кадре. Короче, помощник подрастает. В общем, ладно, это я отвлекся. Что я хочу вам показать? Друзья, мне только что курьер принес посылку. Вот она. Я много заказывал товаров, которых я ждал, но я не ждал вот эту посылку. Я офигел. Во-первых, ее привезли мне, ведь всегда я забирал с почты сам лично, а тут привезли. И когда я прочитал, написано Холдик. То есть, ну, всегда заказ мне приходил на мое имя и фамилию. А здесь заказ пришел на Холдик. Я посмотрел, откуда эта посылка. И здесь написано, что она пришла с Лондона. И я как бы все эти пазлы в голове сопоставляю. И у меня есть предположение, что здесь. Давайте мы откроем ее. И если я полностью буду убежден, что там то, что я... Ну, просылка от тех людей, которых я думаю. Потом поговорим далее на эту тему. Я не знаю, будет этот видос на канале или нет. Но я однозначно для себя... Лайк поставьте. Да, реально. Подпишитесь на канал, поставьте лайк. Если вы здесь впервые, будет очень приятно. Блин, я реально это, возможно, даже не опубликую. Но это для себя. Я не знаю. Не сойти бы с ума. Я очень сейчас волнуюсь. Просто я боюсь, что я обломаюсь. И там сейчас посылка... Ну, не знаю, что-то китайская какая-то посылка пришла. Я даже вот эту упаковочку не хочу. Я ее сохраню. Вы просто не представляете, как для меня это важно. Я ее аккуратно открыл. Так. Ну, поставьте лайк, я же не знаю. Так. Знаете, как по кайфу открывать посылки, где ты не знаешь, что внутри? То есть я вам клянусь, я без понятия... У меня предположения всего лишь есть, но я не знаю, что там. Ну-ну-ну. Что ну-ну-ну? А, все, я понял, я понял. Мама, отойди. Лена подошла. А, Данька, мама, отойди. Не мешай снимать. Не мешай снимать. Ладно. Я готов открывать. Отдай, Лена. Я не смотрю. Стоп, 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 стоп. Тихо. А, я чуть-чуть порвал. Как бы открыть? Стой, стой, сынок. Надо так открыть, чтобы мы... Да, блин. Да, блин. Ладно. Короче, это обычная коробка, поэтому порвем ее. Неважно. Это просто для... Что-то упало? Да. А, да-да. Машинка. Стой, 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 стой. Обалдеть. Обалдеть. Ребятки. Боже мой. Боже, я не верю. Ребята, чтобы вы понимали, вот эта посылка, это посылка от разработчиков игры Brawl Stars. Наверное, они выслали ее тогда, когда я был еще в команде разработчиков, в команде Supercell. На данный момент, на сегодняшний момент, на данный момент я уже не состою в команде разработчиков. Меня выгнали. Ну, как выгнали? Мы просто перестали сотрудничать из-за того, что я нарушил правила, правила, короче, не знаю, конфиденциального контента или как это. Ну, в общем, я рассказывал на канале, если хотите подробно, то я, когда вышел Brawl Talk, я озвучил гаджеты, которые будут в игре, да, а их на тот момент нельзя было, как бы, полерить и тому подобное. Из-за этого я, к сожалению, перестал сотрудничать с разработчиками. Ну, посылка, ну, я не знал, я честно, я не ждал ее, я не думал, что она придет. Я, правда, я очень тронут, я, я не знаю, блин, мне не верится. У нас еще одна посылочка, но это попозже, сейчас, давай посмотрим, что здесь. Ладно, давайте не будем разглагольствовать. Блин, я на данный момент, сейчас, я хоть и не состою уже в команде Supercell, но мне, давай открывать. Ну, мне безумно приятно, я, это мне на память, для меня такие вещи очень важны. Блин, я, я, я в шоке, я в шоке, это то же самое, что и Ауруму пришло. Я видел, он распаковку делал, я, я ему завидовал белой завистью, я думаю, как это круто, реально, от разработчиков получить такой вот подарок, ребяточки. Здесь, короче, пазл, загрузочный фонд Brawl Stars'а, такая вот брошюрка и самое главное, самое главное, боже, это на всю жизнь и на память. Ребята, футболка, имена, я, холдик с футбольным клубом PSG. Я, конечно, вообще за футбол не шарю. Парис, Сайнд, Германия. Ну, знаешь эту команду, да? Конечно. PSG. Вот, но, короче, это связано с обновой. О, боже, я не думал, что она придет. Когда меня выгнали, я думал, ну все, блин, коробочка вот эта. Мне еще Аурум с Хельсинки привозил, у меня на шкафу лежит футболка Supercell, она у меня лежит, как я не знаю, на всякие такие дни именно. О, Данька уже пазлы сейчас будут. А мы сейчас соберем этот пазл, вообще без проблем. Давай, да, Даня уже не дождался. Сейчас соберем. У меня футболка лежит от Supercell, именно я у Аурума в конкурсе выиграл. И мешочек Supercell. Такие вещи я ценю и я храню, поэтому... Давайте, одену ее. Я даже вот эту не буду отрывать. Я не знаю, я ее не буду носить. Стой, стой, стой. Как там Аурум? Видно? Нельзя отрывать. Ну, Данечка, это же нельзя отрывать. Это, знаете, это как получить роспись там от кумира своего на футболке. Знаешь, вот футболисты расписываются. Вот то же самое у меня. Я вот это повешу где-то на тремпеле, она у меня будет в гардеробе висеть. Ты со мной видео снимаешь или ты со мной скандалишь? Ты хочешь собрать пазл? Да. Мы вот на этой сейчас брошюрочке будем собирать пазл. Тут еще одна посылка, но эта посылка не от разработчиков. Но она пришла тоже только что, сегодня. Поэтому мы сейчас ее распакуем. Точнее, она пришла не сегодня. Просто так совпало, что я вспомнил за эту посылку. И мы решили ее забрать именно сейчас. Но она тематическая. Она тематическая. Ха-ха-ха. Ребята, что ли? Телевизор от Brawl Stars? Да. Ну, Данька забирает, конечно же. Это будильник от Brawl Stars. Так, ну там надо батарейки, да? Оно. Давайте заберем вот эту штуку. А, не, они работают. 12.00. Короче, такой вот будильничек. Он светится, нет? Да, ну вот. Она где? Все, типа экраны все. И все, да? Такой вот будильничек Brawl Stars. Вот. Ну, эта посылка мы заказывали. Мы тогда, она должна была прийти вместе с игрушками там и другими посылками. Это просто будильник в этом. В стиле Brawl Stars. Еще какой-то мешочек. Давайте его тоже откроем. Ого. Ого. Да ладно? Да ладно? Я не ожидал. Блин, а тебе тоже заказывали мы? Да. Так. Брелок. Смотрите, какой классный. Блин, я даже готов их разыграть среди вас. Кто хочет, чтобы я разыграл? Хотя. Но они прикольные. Для ключики. Они просто детские. Я их носить точно не буду. Но брелки прикольные. На самом деле, ребят, для меня все эти вещи, которые связаны с тематикой Brawl Stars. И тем более, что это от разработчиков. Мне, как ютуберу Холдик прислали. Это для меня очень и очень важно. Я очень ценю эту компанию. Потому что, блин, Supercell это та компания, которая дала мне имя. Это та компания, благодаря которой я стал популярным. Благодаря которой у меня есть канал 3 миллиона. У меня есть вы. Поэтому, блин, для меня это очень важно. Это как грамота какая-то. Блин, я не знаю, медаль за победу в соревновании. И у меня никогда не было никаких грамот, медалей. Я нигде не побеждал. И теперь у меня кнопки серебряные. Там он золотая есть. И, блин, мне очень приятно. Я не знаю, мне льстит это самому себе. Я не хочу, конечно, показаться чрезмерно пафосным. Но, блин, реально гордость пробивает. Вообще жесть. Просто жесть. Огромное спасибо. А что это за брошюра? Билет, что ли, на футбол? А, ну это... Официальный партнер. Тикет. Короче, это все в рамочку. Это все у меня. Скоро новая студия. Я это все поставлю на полочку. И буду тебе на память. Да, конечно, не получилось. У меня быть официальным ютубером. Видимо, я еще до этого не дорос. Ну, я просто такой, знаете... Ну, ладно, не будем про плохое. В любом случае, огромнейшее спасибо разработчикам за вот этот подарок. И за вот эту футболку. Надеюсь, они мне ее не отберут. Ха-ха, скажут. Так, ты уже неофициальный. Давай, до свидания. А назад. Блин, я не верю. Я... Все, давайте собирать пазл. И заканчивать видос. Давайте собирать. Ура! Давай собирать. Пазл у нас получился вот такой. Это загрузочный фон Brawl Stars'а. Иди сюда, Даня. Ты тоже хочешь подержать? Иди сюда. Такой загрузочный фон. Ну, надо будет клей нанести, чтобы оно не распадалось. И в такой вот в рамке... Вот оно сохранится. В общем, огромное спасибо разработчикам. Мне очень приятно. Может, они уже и не отправляли бы мне, если бы знали, что кикнут. Но в любом случае... Я это сохраню на памяти. Я это очень сильно ценю. Блин, именная футболка. Холдик. С футбольным клубом PSG. Ну, я, правда, футбол не смотрю. Но, тем не менее. Спасибо, ребятки, вам за просмотр. Спасибо, что на меня подписываетесь. Потому что, если бы не вы, такие подарки мне не присылали, наверное. Не знаю, я бы, наверное, не был бы ютубером вообще по мобильным играм. Чтоб не распалось. Там, ну, Данил только собрали. Она хорошо держится. Все, на этом я буду прощаться. Подписывайтесь, ставьте лайки. Еще раз огромнейшее спасибо Supercell'ам. Вам до новых встреч. Скоро увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok